Привет, дорогие друзья! Мы сегодня в гостях у Паши Кутенева. Сегодня у нас какой вообще день? Какой раз я приезжаю, ты считаешь, нет? Да, скорее всего, где-то в районе 10. В 10 раз я приезжаю к Паше замерить свою попу и пузо, и он каждый раз удивляется, ну как так получается, что у меня все уменьшается и уменьшается, ему кажется, что я просто исчезну в следующий раз. Да, хотел бы поздравить Юрия. Юра прям натуральный красавчик, прям вот горжусь такими людьми. Сейчас мы сделаем нормальную штуку, Паша, ты испытываешь вот так. Да, горжусь такими людьми, самостоятельно, при небольшой поддержке, ну такой большой онлайн, скорее всего, Юра скинул 16 килограмм. Ребята, представьте, 16 килограмм. Сколько, Юра? За 2... За 2... 3 месяца. Да, примерно по 5 килограмм в месяц. При этом я, если честно, не сильно напрягаюсь в этом во всем. По большей части я бы сказал, что произошло изменение сознания, изменение осознания самого питания. Но при этом я скажу, что информацию, которую ты давал по гербалайфу, очень сильно помогает понять физику вообще вот этого питания. Очень много вещей, которые там белки, жиры, что лучше днем, что лучше вечером. Плюс на это наложилось предыдущий мой месяц, как бы до вступления в конкурс, который ты пригласил. И там интервальное питание, по себе как бы очень хорошо, хороший такой толчок. Потому что до этого момента я мог целый день держаться там где-то на еде на какой-то, но вечером перед сном всегда хотел бы какие-нибудь сухарики пожевать, либо посмотреть киношку, сделать, знаешь, в магните. Можно там за 30 рублей попку купить, вот такую бадью нажарить. И вот эта вся ерунда перед сном, да, я бы сказал так, она всегда мне портила всю малину. По сути дела, сейчас, когда я пересмотрел это отношение, мне даже стало легче. Почему? Потому что осознание того, что долгое состояние без еды, оно на самом деле приводит к тому, что организм перестает тратить энергию на пищеварение. И он в это время тратит энергию на то, чтобы вывести все шлаки из организма. Да, да. Потому что в определенный момент я понимаю, что я не столько хочу есть, сколько мне кажется, что надо бы все-таки, наверное, поесть. Потому что какие-то такие сомнения появлялись в плане того, что вроде может быть все-таки там желудочный сок может разъедать желудок или не может. Но по идее я же постоянно воду пью, то есть у меня желудок не пустой, я не на полной и сухой голодухе. Хотя и эти практики, есть люди, которые там несколько лет ничего не имеют. И они в принципе абсолютно здоровые, а это значит, что очень сильно надо задуматься о том, что есть или может, имеет место быть некие заговоры тех, кто производит пищу, тех, кто производит медикаменты. Я думаю, что все это испокон веков к тому, что людей просто зомбируют потихонечку, понимаешь, на то, что ты должен там питаться вот так, что ты должен есть мясо обязательно, иначе у тебя не будет энергии. Что ты должен там есть много, или сыт, или медленно, кто как угодно наговаривает, ну вот оно все. Конечно же, есть всегда, ну я конкретно не сюда буду показывать, да, но есть бизнес, да, когда люди стремятся заработать деньги. Я знаю, что такое маркетинг, когда делаются просто иксы в заработке, в доходах, просто говоря о том, что помылив там один раз голову, помойте ее на второй раз. И за счет этого увеличивается просто кратно расходы этих шампуней, и люди покупают, покупают, покупают. Если ты помнишь, был такой момент у суперской компании Gillette, когда они начали рекламную, они вначале всем говорили, это самые крутые лезвия, это самые острые лезвия, но потом они начали рекламу какую, они сказали, эй, друг, даже самое лучшее лезвие может иногда затвориться, типа надо менять, понимаешь. И они тоже столкнулись с тем, что люди до последнего просто там кровь издирают этими бритвами, но настолько они качественно были сделаны, что им стало это, видимо, невыгодно, и они начали совершенно другую рекламную кампанию, которая, по сути дела, не имеет отношения с качеством использования для человека, оно имеет уже место с заработком денег, вот и все. Поэтому существуют такие понятия, как запланированный срок службы у деталей, машины, да, все делается на самом деле там для усложнения жизни. А если мы говорим, что кто-то производит какие-то продукты питания, их нужно через всю страну поставить, то, естественно, напихать в них канцерогенов, которые будут это хоть как-то маломальски содержать, содержать это в красивом виде, уже даже не в свежем, можно сказать, да, это воск на яблоках, еще что-то там, все что угодно, ухищрений очень много. Я думаю, что если бы я занимался этим бизнесом, рано или поздно все равно придет момент, либо ты выкидываешь, да, продукты, в которые ты деньги вложил, либо ты делаешь из них салат, либо ты батон выкидываешь, либо ты режешь и делаешь из него сухари, а потом панировочные сухари, а потом ты из него делаешь котлетки в панировочных сухарях. То есть каждое это действие, оно выворачивается именно бизнесом, с одной стороны, чтобы убытки не терпеть, с другой стороны, чтобы заработать. Поэтому в любом случае человек здесь оказывается как бы в клювете, так скажем, здоровья. Поэтому вот эти вот уроки, которые ты скидывал, они очень сильно помогли мне в этом плане поменять именно само мышление, а это дает возможность более легко воспринимать состояние, наверное, что ли, состояние питания. То есть сейчас я достаточно спокойно смотрю там, когда у меня дети уплетают за обе щеки, например, там шоколадки. Я шоколад уже не ел, вот чистый шоколад прям вот плитки, да, я его не ел уже, наверное, как раз месяца, может даже и больше. Если посмотреть, у меня там счетчик ведется. То есть максимум, что я себе позволяю, это, ну вот типа такого формата глазучь. То есть если там даже мороженку поесть, тоже мороженку я себе позволяю, но опять же она там раз в месяц. Раз в месяц там, и это днем, это не вечером, это в активный день, например, там какой-то, съесть мороженку из кемо, ну пожалуйста. Буквально там пару дней назад я втихаря чипсики там купил себе, ничего страшного. То есть нету такого, что прям кирдык и все. Но в общей массе, в большей массе, конечно, это исключение соленого, сладкого, алкоголя, мучного и что там еще. Ну все, что содержит клип. Клип. Рис, макароны. Вот опять же, это я от тебя узнал про рис и картошку. Я бы лупил их точно так бы. А я их исключил, и в принципе я чувствую себя достаточно легко. Я понимаю, что у меня есть разница восприятия, например, свинины и... Говядины. Ну курицы даже. Говядину там я вообще ее как бы особо там не понимаю. Она мне кажется жестковатая в каких-то моментах, поэтому я ее не особо люблю. А вот свинину и курицу я очень сильно чувствую разницу между тем, что мне легко с курицей и долго и тяжело переваривается свинина. В последние разы я точно так же съел там пельмени и потом целый день ходил и чувствовал, что вот они там до сих пор в жопоте бурлят и не переварились. И при этом я могу съесть с другой стороны там салат, да, бадью большую. И через час я себя чувствую легко, и даже в моменте, когда я перекусил и поел, я себя чувствую легко. Это вообще очень сильно убеждает в том, что это нормально, это правильно, это хорошо. Как бы это ни казалось со стороны другим людям, которые еще с навешанными там шорами, но по состоянию, когда ты сам себя начинаешь чувствовать, это все, конечно, меняется. Да, кстати, расскажи по самочувствию, как ты стал себя чувствовать? Высыпаться, не высыпаться, больше энергии? Ну, во-первых, энергии больше, высыпаться я стал лучше. Это, этот момент я уже знал в клубе «Пяти часов утра», потому что там есть вопрос, как ты просыпаешься и проводишь час, так и как ты засыпаешь. Перед сном очень важно ничего не есть, чтобы не уходила еда на сон, на пищеварение во сне. Если ты только там что-то наживался, то с утра просыпаюсь, я, по крайней мере, просыпаюсь там с опухшими глазами, не открываются просто веки. Естественно, не выспавшийся, этого нет. То есть сейчас, даже с учетом того, что начало запаздывать солнце, вот это был самый тяжелый момент в клубе «Пяти часов утра», когда ты просыпаешься и темно. И это сейчас гораздо легче воспринимается. В процессе дня, ну, учитывая, что ко всему питанию я еще добавил понедельники, на что у меня жена вообще категорически смотрит, что это прям что-то из разряда извращений над собой. И она говорит, а потом ты что добавишь, вторники, среды или там еще как-то. Ну, то есть она понимает, она не чувствует, что… Ну, ей кажется, что это вот такое какое-то баловство, и оно может привести, там, не знаю, к болезни. По самочувствию же, если тебе это нормально, то есть все вот эти голодания, понедельники, кадаши, 16 на 80, это все по самочувствию делается. И при условии, конечно, здорового организма. То есть если у тебя все норм, то как бы вот эти все штуки, они имеют место быть. Оно и есть на уровне сравнения. То есть если бы я не ел и чувствовал себя бы плохо, я бы срывался бы и ел бы, например, или там где-то втихаря бы что-то точил бы, или еще как-то. Ну, все равно бы какие-то послабления я бы себе мог сделать без проблем. Но когда я понимаю, что нормально, что я себя чувствую комфортно, и более того, после завершения, с выхода, я же еще там планирую вход в еду, возврат, он тоже должен быть осознанный. То есть это не так, что ты 40 часов не ел, а потом хренак нарвался. Или начинаешь думать, типа, я же 40 часов не ел сейчас, значит, я сейчас могу все что угодно съесть, и давай я там начну с двух шоколадок, с двух по 100 грамм, значит. И залупил себе опять то, чего вообще не надо делать. То есть, конечно, там опять же через зелень, через овощи, постепенно, аккуратненько. Я даже вхожу так, что я не ем полный завтрак, а завтракаю я в 12 часов дня, да, 8 на 16. У меня получается с 12 до 8 период питания. И в 12 как бы я выхожу. И я тот обед, завтрак, да, или там для меня завтрак, пусть обед будет, то есть я его делю. То есть я вначале могу там съесть просто две помидорки, чуть-чуть подожду. Там раз следующий заход делаю, там, например, салат жую, или там мясо съесть, и все, и больше подрастягиваю чуть-чуть. Получается... Потихоньку. Да, и получается вроде то, что я бы съел за раз в моменте, я это растягиваю там на 3-4 часа подрастянуть, и будет такое комфортное, легкое состояние, но при этом ты постоянно что-то жуешь, жуешь, жуешь. То есть нет какого-то такого дискомфорта. И при этом всегда легко. А так вообще дневной сон, например? Дневной сон есть. То есть у меня есть возможность... Ну, то есть у меня рабочий день начинается с 11 часов, я считаю в 4.30 встаю, с 4.30 где-то до 7, до 8 я делаю там все свои практики, и дальше по ситуации. То есть сегодня, например, я проснулся, и сразу после этого сел в машину, поехал сюда. Сегодня я ничего нигде не спал. Если это выходные, и нам нужно сесть с утра, куда-то поехать по магазинам с детьми, сейчас к 1 сентября готовят, тоже сели, поехали. Но я при этом могу днем там где-нибудь в 4-5 лечь, часик поспать. Я могу перед работой в будни, если все, везде тишина, спокойно лег в древнюю. То есть у меня есть эта возможность, и я, в принципе, считаю, что ее надо использовать. Если она есть, насиловать себя не надо. Если меня вырубают, я вырубаюсь. Какие проблемы? Но если бы моя работа не позволяла мне это делать, то, скорее всего, было бы, возможно, тяжело. Но за счет того, что я с утра в 4.30 встаю и еще продолжительное время выполняю все эти практики, а это значит, что больше года или почти два все это делается, подтягивается вторая часть сна. То есть я раньше мог ложиться, все уснули, а я до трех часов мог смотреть фильмы, еще что-то там, в чем-то копаться, ковыряться, делать. И это вроде было нормально. Но сейчас за счет того, что я стараюсь держать утро, и утро, оно еще такое получается, что если я его уже по состоянию, боюсь пропустить. То есть это состояние, как будто ты, не знаю, зубы не почистил, тебе просто весь день некомфортно становится от того, что ты его пропустил или там что-то не доделал. И при этом как раз вечернее время, оно сюда вытягивается 10-11 часов. Все, лег спокойно спать. То есть нет сожаления, что сейчас я там что-то не посмотрю или еще что-то. То есть это тоже подтягивает моменты. И в принципе он тоже дает свой плюс, потому что ты опять же проснешься легко и свободно. Ну круто. В итоге сбрасывание веса – это прям новая жизнь. Я вот смотрю на Юру, просто красавчик вообще. Помолодел, буквально три месяца, человек меняется вообще прям очень кардинально. Так что я вообще влез во все свои рубашки, институтские, можно сказать. А не знаешь, вот как купил, а потом бам, тут растягивается. И она лежит и висит до лучших времен. Вот как раз эти времена наступили благодаря Пашему конкурсу. Осталось еще выиграть. Твоим усилием. Моим усилием, да, моим метаморфозом. Ну а я тебя еще хочу пригласить в клуб «Пяти часов утра», чтобы ты испытал эти ощущения, и у тебя была возможность сравнить. Не когда ты с одной стороны смотришь, а когда ты побывал и с этой стороны забора, и с той стороны забора. Ладно, обещаю подумать. Обещаю подумать. Нет уж, ты говори, что придешь. Твои. Что ты пропустишь? Если ты пропустишь, ну пропустишь. Провал – это тоже победа. Потому что ты попробовал, ты ощутил. С первого раза не всегда получается. Но ты, по крайней мере, поймешь, тебе подсветятся какие-то вещи, которые не позволяют тебе делать. Не, ну я и так встаю. В 5, но не дуйте. В 5.30, там, ближе к 6. Вот, то есть, в принципе, ранее этот подъем… Даже если ты в 5.30 встаешь, и ты сместишь это на 5 часов подъем, пусть там 4.55, чтобы там скриншотик сделать и отчитаться, то эти 30 минут ты можешь прям целенаправленно подумать, а что бы ты хотел делать в эти полчаса, чему бы ты хотел посвятить, на что у тебя не хватает времени и сил. Но это что-то должно быть лично для себя. То есть, когда я разговаривал с девушкой, она сказала, ну, мне там надо зафиг готовить есть, или там полы помыть, уборку. Я говорю, не-не-не-не, это не то. Ну, мне, да, мне тоже нужно прям что-то прям мега личное, своеобразной практики есть. Вплоть до того, что ты, я не знаю, в ванну будешь набирать и просто вот так вот бежать в ней полчаса, и это тебе будет давать заряд, тот, который ты не можешь позволить себе в обычной жизни, потому что у тебя вот такой у всех вертелка такая, которой вообще не хватает на еще времени. Ну, все, собственно, наше время подошло к концу. Давай, Паша, еще раз благодарю тебя за приглашение. Занимайтесь здоровьем, это прям, да, вернется. Давайте, всем пока. Пока.